Привет! Сегодня расскажу занимательную историю о том, как я сдавала ОГЭ. На самом-то деле, я ещё не отошла от того состояния, что типа я сдала ОГЭ. И что как бы всё. Мне ничего не нужно делать. В описании под видео будут тайм-коды, поэтому если вы хотите найти какой-то определенный предмет, то заходите в описание. 30-го числа я сдавала общество знания, 6-го числа был русский, 29-го математика и 14-го информатика. Я к общественным знаниям вообще не готовилась, и я пошла туда просто надеясь на чудо, потому что нам даже учитель говорил, что общественное знание — это чисто рулетка, потому что тебе может попасться элементарное что-то, а может попасться вообще непонятно что. Когда я открыла бланк, я просмотрела всё, я просто выдохнула, потому что задания были несложные. У меня Аким был очень интересным образом составлен, потому что были задания просто элементарные, реально, пятиклассник решит. Были какие-то задания, где я ничего не поняла, и я ставила тупо наугад. кстати интересный факт я на всех экзаменах сидел на первой партии я не знаю как это работает в сидел на экзамене я старалась не думать о том что я на угле я просто представлял что это реалистичный пробник экзамен месячем через сутки я смотрю как заполнять бланки потому что я не уверена что я смогу делать это правильно какой-то ужас я пришла в окей здесь нету ручек вообще нету ручек чтобы понимали ситуацию вторую часть дизельс вообще ни разу не делала я что прям полноценный весь вариант прям весь я ни разу не делала я иду сдавать общество знания все снимают видео о том как они сдают там окей и г и на улице такая замечательная погода я в толстовке в футболке мне холодно я еще в джинсовке мэйби бэйби понимаешь по ощущению знаете как будто я иду пробник писать только в другой школе как думаешь на сколько ты напишешь 4 арина как думаешь на сколько ты напишешь 4 5 5 пожалуйста 5 ой я рассчитываю хотя бы на 3 написать 5 ну не баллов надеюсь это просто а почему не ваши эмоции что я не писала я даже в туалет не выходила у меня спина болит и да вроде норма тройку написали что-то можешь сказать нормально лучше чем могло быть рассказываю прошло немножко времени я сижу делаю но мы начали нам рассказали при нас открыли эту распаковку в альберис всем привет мы открываем бланки вы все это видите был чел и чтобы понимали он вышел спустя минуты 3-4 может там у меня что-то случилось им кто его знает он вернулся сразу же потом вышел еще раз тоже через минут 10 потом еще и так раза всего 4 был я такая типа что за фигня чувак и почему люди начали выходить достаточно быстро второй части я в предпоследнем задании вообще куда фигню написала я потом вышла такая думаю еще что я написал я не поняла вопрос но нам говорили что типа даже если не понимаете просто пишите я вам расскажу такую историю насчет туалета на общество знаний я выхожу в туалет и как бы ну зачем люди идут в туалет чтобы успокоиться собраться с мыслями и там была женщина я сразу поняла что это не гаево потому что она была максимально знаете такая типа она на тебя смотрела так будто ты весь обклеен каких-то бумажках и ты максимально подозрительный хотя у тебя же ничего нету ты уже начал переживать из-за того что ты просто зашел зашла в самую дальнюю кабинку типа их вот здесь три здесь окно да что по моему вот сюда и она стоит около окна ребят я просидела две три минуты не больше я просто сижу собираюсь с мыслями и она ко мне стучится и спрашивает все ли у меня хорошо она потом подходит ко мне поближе и начинает стучать бить ногой об стену она вот так делала типа с намеком дорогая выходи такой иди ты в жопу блин я думаю может у тебя какие-то проблемы почему-то у меня спрашивают я выхожу из туалета говорю что у меня месячные она наверное думала что люди в туалет ходят просто вот так во второй школе все было хорошо и никого не было это были ребята которые у нас сидели больше чем три минуты и кто-то себя очень долго общество знания за на 3 как видите мой мир не поменялся и из дома меня не выгнали после первого экзамена следующий экзамен нашли просто как по массу потому что я вообще не переживала никого мне дрожа стресс у меня не было и все было хорошо я готова ко всем предметам сумскол если что-то не реклама потому что их видео мне правда понравились они были достаточно удобные потом я прорешивала по-быстрому максимально не задумываясь на решу г и максимум потратила я на подготовку дня три по всем предметам это был мой максимум подвете моя логика такова что если я буду готовиться за месяц я только себя больше на крючок это готовишься три дня у тебя как бы уже нет вариантов очень рискованно но прокатило как вы видите у нас пугали в школе то что типа ты дрыгнешь в сторону все сейчас подает экзаменатор и тебя просто удаляться грамина все на самом-то деле не так все намного проще следующий был самый легкий экзамен в моей жизни его просто обожаю потому что этот экзамен был максимально комфортный и замечательный это был русский язык русский язык я вообще не готовилась у нас реально мне кажется у нас с класса но никто не готовился потому что ну он настолько был элементарный легкий русский язык я вообще не парюсь на экзамене просто сидела по фану писала завтра у меня русский я не готовилась и даже сборника прорешено 0 вообще честно говоря я уже никому не верю ничего не набор на где очень говоря мы закончили это было лучше чем я думаю туалеты были типу так что вы понимали это было вот так здесь голова торчит а тут конкуренты ваши конкуренты меня писала очень хорошо прям у нас когда была максимально комфортная атмосфера я очень запоминаю потому что оцените пожалуйста кресты они очень мне помогли почитала молитву я зашла в туалет там были девочки как вы знаете вот эти видео видео на ютубе где девочки рассказать как они сдут угэ где они там переговаривались когда написали общественное такого не было ужасная тишина и вот эта женщина которая ну вы поняли там некоторые ребята из других кабинетов выходили по 15 минут я сейчас вкусил я вышла самая последняя вообще не в классе не в аудитории аудитория тоже ну короче я вышла сам я вышла самая последняя в школе типа я выхожу это типа по коридор такой курс курс у нас в гардеробную а там ничего нету никаких курток кофт только я я написала на 4 но мне не хватило 1 или 2 баллов по моему 1 до пятерки вы понимаете я не готовилась вообще сочинение мне попалось достаточно легкое что связано с дружбой если не ошибаюсь изложение тоже было очень легкое там были максимально несложные слова насчет русского тоже не переживайте вы можете написать несколько сочинений на какие-то банальные темы я перед самим экзаменом тоже повторила сочинения девочки рассказывали что кому-то попались максимально таки неприятный куратор который знаете тебя морально давит они просто так смотрят и как бы тебе уже этого некомфортно следующим предметом была математика о боже я математику боялась больше всего математика это был мой страх потому что пробники описала достаточно плохо в школе оставались каждую неделю на дополнительных где мы разбирали кимы уходила куда я взял тебя у меня еще дверь я так поняла что отстреляла все предметы уходила на 4 когда я увидела результаты я очень удивилась я все горе сидела такая меня в чем-то обманывать не может быть настолько легко правда открыл этот вариант я просто была в шоке потому что то что все дают в школе и то что на реальном угу это просто вот небо и земля и вся тестовая часть была вот в такого формата вторую часть я не решала и совет который могу дать читайте внимательно задание потому что я задание пересчитывала реально по несколько раз иногда по 10 раз чтобы убедиться что я написала правильно что задание я правильно поняла поэтому в этом плане будьте очень внимательны потому что на экзамене они любят делать такую фигню что там напишут свою такую формулировку и как бы ты можешь не сразу додуматься что это значит у меня было задание прямо запомнила дано два угла надеть и третий ребят просто поймите как факт что когда присылают в школу пробники они намного сложнее информатику выбрал потому что там был самый низкий проходной балл что вы понимали когда я шла на информатику я не особо понимала чем отличаются гигабайты мегабайты у нас было два потока задающих информатику это 30 числа когда я сдавала общество знаний и вот 14 числа и у первого потока попались очень сложные задания по прошлом году гэ по информатике намного сильно усложнили из-за того что многие наверно идут войти я не знаю и было очень напряжно потому что непонятно что ожидать от этого года нам говорили что угла будет очень сложная и как бы я напряглась потому что ну когда тебе говорят из всех углов что будет сложно и у первого потока как раз таки все было очень сложно и я такая думаю ну все но у меня была своя логика я думала так если у первого потока было все уже очень сложно то второго потока должно быть легче и на самом-то деле все так и было что угле информатики в то ж 그래 потока было намного легче чем мы очень рада информатика после завтра я начала готовится два дня в целом по-русскому я за один день готова по математике готов за два дня на смотрю видео атонску в целом вариант хороший мне нравится. Я не понимаю, что такое килобайты, бигибайты, милибайты, чем они отличаются. Ну, типа, я понимаю. Мне нужно додуматься еще. А это очень тяжело. Экзамен длится очень мало. Наша цель набрать порог, ребята. Если все блогеры снимают видео, ребята, мне нужно, я не осуждаю, мне нужно на пятерку. Боже мой. Маша, боже, боже, можно, пожалуйста, три? Я буду счастлива просто. Боже, ребята, я хочу поделиться, это просто ужас. Я не сдала четыре учебника, и типа завтра мне нужно будет идти в школу, ехать целый час и сдавать эти учебники. Я не хочу. Я могла сдать их заранее, но нет. Вот там у меня лежат учебники, я ими даже не пользовалась. Понимаете? Я ими не пользовалась. Зачем я бы их взяла? Сливы я вообще не надеюсь, потому что это полная фигня. Я бы вам показала, как я стремительно коммуницирую с видео у меня на YouTube по поводу подготовки, но у меня только вот этот телефон, а камеры у меня нет, поэтому простите, я вам просто буду на словах пересказывать. Чтобы вы понимали, ребят, я начала смотреть видео про информатику, потом я начала искать туфли на выпускной. Я не нашла туфли на выпускной. Пойду босиком. Так, ребята, прошло несколько часов, я расчесала себе всю голову. Когда у меня стресс, я сожгу такая, я не знаю, может, мне так знания в голову придут. Я имею такую ситуацию. Мои записи, знаете, очень похожи на записи шизофреника какого-то. Вот того самого странного мальчика в классе, который пишет какие-то штуки про изготовление свитеров. Ну, все мы поняли, о чем я имею в виду. Разобрала все ОГЭ номер два по информации. Я считаю это успех. Я посчитала, мне нужно сделать еще 78 заданий этого типа. Как вы думаете, я сделаю все или я сделаю три и закончу на этом? Мой алгоритм подготовки ОГЭ – это просто десятка, потому что я смотрю минут пять и захожу в Инстаграм. Потом я что-то делаю по комнате, снова открываю пять минут, снова Инстаграм, снова комната и так далее. Всем привет, данные господа! Я закончила. Эти, как я предполагала, два с половиной часа просто вот так пролетели. У нас попалась какая-то не очень приятная женщина, которая проверяла, как мы сохранили файлы. Она такая, знаете, типа хорошая, но при этом такая, типа, ну, ты сделал? Ты сделал, все, нормально у тебя, все проверяю, да, нормально. Такая, ну, типа, ну, пойми сам, здесь ноги логично, что есть какое расширение, ну, посмотри ты головой своей, все, пиши. Ну, в смысле, не знаешь, что писать, ну, типа, такого разряда. В целом, вариант был легкий, чем у первого потока. Я надеюсь, что в итоге я сделала правильно, потому что тогда будет очень неприятно. Ощущение, что я закончила все экзамены, нет, потому что, знаете, я иду на экзамен, такая, типа, реалистичный пробник ОГЭ. Типа, я не знаю, как себя делают на экзамене, типа, в мыслях, но я не думаю, что я пишу экзамены. Я такая сижу, там, делаю этот 13.1, такая ла-ла-ла-ла. Ну, нарисую сюда, закину сюда. Я вот в таком, а вот видите, у меня еще вот эта хрень, очень жаркая. Я не верю, честно, ребят. Питерские будни, ничего необычного. Это просто Питер. Я в детстве обожала вот так ходить. Типа не вот так, а вот именно так. Ребят, это просто реально мем. Мне не хватило одного бау до четверки. Я сделала всю тестовую часть правильно и сделала одну ошибку, но учитывая тот факт, что я вообще не готовилась, у нас попалась максимально неприятная особа на информатике, которая сохраняла у тебя файлы. Половина ребят не могли нормально сохранить файлы, она каждому подходила таким... Я же объяснила, что тут непонятного? Я очень играю, потому что было одно здание, которое я не разбирала, и я не особо понимала, как его делать. Но вечером или утром я посмотрела разбор этого здания, я этого не разбирала здание вообще. Я такая, окей, я запомнила. Я пришла на экзамен, и я сделала это задание из этого видео. Если бы не это видео, я бы его не сделала. Поэтому, ребят, если вы думаете, что посмотрите одно видео насчет задания, запомните, и вам это не поможет, вам это поможет, проверено на личном опыте. Я заметила такую тенденцию, что у кого-то отдельный стол, где ты пишешь тестовую часть, и отдельный компьютер. У нас был отдельный компьютер и отдельная тестовая часть, но ты мог взять этот стол и с этим языком пойти к компьютеру, поэтому в этом плане все хорошо. Я не упомянула насчет одежды, но я на всех экзаменах была в толстовке и в широких штанах. У нас все были одеты не по форме, ни у кого не было рубашек, пиджаков. Но я смотрела на другой класс, и они были в рубашках. Я не знаю, что у них там было в голове, возможно, их заставили, но... Но насчет одежды максимально не парьтесь, потому что всем все равно. На этом было все. Пишите в комментариях, как вы сдали ОГЭ, если вы будете сдавать, что вы думаете, переживаете, готовитесь и посылайте хорошие импульсы вселенную, и все будет нормально. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok